по которому мы собрались в этой вебинарной комнате. И мы сегодня накануне приближающихся праздников, Рождества и Нового года, поговорим о красоте. Я думаю, что это важно всем людям от мала до велика. И я обещала вам, что вы впорхнёте в этот мир красоты. Поэтому стартуем. Давайте будем приближаться к нему. Поставьте, пожалуйста, единички в чате. Те, кто помнит эту волшебную сказку, либо смотрел мультфильм, либо читал, либо слушал, либо детям своим читал, которая называется «Алиса в стране чудес». И вот для того, чтобы проникнуть в эту волшебную страну чудес, Алиса, видите, около волшебной дверки сидит, дверка маленькая. Для того, чтобы туда проникнуть, нужно было что-то сделать с собой. Чтобы уменьшиться, она выпила неизвестную жидкость, на которой не было написано «Яд», для того, чтобы туда проникнуть. Ну и, собственно говоря, вот какие-то такие у меня ассоциации были с тем, что мы с вами сделаем, потому что действительно это некое такое таинство, некое такое волшебство, то, чем мы с вами будем заниматься. И те люди, которые присутствуют здесь впервые, и сказку не читал про «Алиса в стране чудес». Давайте я с вами немножечко серьезно поговорю на эту тему. А вот в системе, с которой я сотрудничаю уже 20 лет, сейчас это называется «Project V», принят такой вот целостный холистический подход. И вот здесь я вам обозначила, чем мы вас лишим новых людей, которые только присоединяются к нашей системе. Вот улучшение качества жизни и оздоровления. И в чем плюсы, которые, несомненно, здесь есть. И вы для себя должны решить, что для вас перевешивает на этой чаще весов, плюсы или минусы. Мы, конечно, не обо всех сейчас в этом вебинаре будем говорить о полезных вещах. Мы постараемся поговорить в большей части о приятных вещах. И я немножечко коснусь вопросов сбалансированного питания, потому что от этого зависит то, как строится наш организм. Дарья Юрьевна Панина о ресурсном состоянии с вами. Вопросы обсудит, может, какие-то ссылки вам даст. А наши два приглашенных косметолога, с которыми вот нам просто несказанно повезло, что они в своем декабрьском расписании, очень плотном перед Новым годом, выделили возможность, выделили время пообщаться с нами. Да еще и бесплатный бонус вам такой дали. Это вообще дорогого стоит, конечно, стоит это оценить. Вот. А моя задача очень простая, да, такой интродакшн, введение. И все мы, задумываясь о том, почему мы стареем, почему изменяется прежде всего наш внешний вид, это надводная часть айсберга, да, которую люди окружающие видят, ну и мы в зеркале. Есть генетические причины, есть даже заболевания, когда человек быстро стареет. Есть дефициты в питании, потому что мы состоим из клеток, и нам нужно на построение, как вы знаете, 650 различных веществ ежедневно. Это присутствие токсических каких-то веществ, ксенобиотиков, пищи в окружающей среде, где тем, чем мы дышим, тем, чем мы пользуемся. У кого-то есть профессиональные вредности, а у кого-то есть вредные привычки. И есть люди с хроническими заболеваниями различных систем и органов, и, естественно, кожа тоже претерпевает изменения в результате этих заболеваний, и, ну, не очень умно бы было, не очень правильно только заниматься каким-то решением вопроса снаружи, не занимаясь организмом в целом. Я вот как врач-нутрициолог, врачу я уже 34 года, из них 20 занимаюсь нутрициологией. Вот я вам тут схемку такую, но не могла удержаться от одной схемы, простите, о механизмах старения. И решила я вам показать вот самое простое фото. На вот этих фотографиях видно, что девушка слева, она помоложе, конечно, девушка справа, она постарше, но состояние кожи ее лица гораздо лучше вот на той фотографии, которая справа. Те, кто согласны, поставьте, пожалуйста, пятерки в чат. Почему это произошло? Просто при отказе от курения у человека исчезли вот эта вот гиперемия, краснота до носа и щек сосуды мелкие, которые были видны. Если вы увеличите фотографию, вы это увидите. Естественно, они исчезли. Вот, представляете, прошло всего там два года с тех пор, как она отказалась от курения, и вот такая вот стала красавица. Это работает, да? Отказ от вредных привычек, от профвредности и от плохой экологии. Это работает. И это первое, конечно, на что хочется обратить внимание, потому что если мы дальше будем чем-то заниматься, оно не будет работать эффективно, если не сделать самых базовых вещей. И вот на этом слайде, это единственный, наверное, такой страшный слайд в нашем вебинаре, вы видите, что есть хронические заболевания и поражение кожи при них вторично. И те, кто из вас не являются врачами, пожалуй, не смогут таких четких различий между там вот верхним ряду фотографии слева и фотографии справа провести, да? Ну, разве что видно, что женщина на фотографии слева постарше, на фотографии справа, там, где глазки у нее карие, да, помоложе. А в остальном мы видим, что это изменения сосудов лица, которые произошли в результате вот у женщины в возрасте, в результате хронического поражения печени, там, больше двух десятилетий существует хронический вирусный гепатит, а на фотографии справа это косметологи ее прежде всего увидели, и у косметологов это называется словом купероз. Евгения Игоревна вам подробнее еще об этом скажет. На фотографии внизу, вот с закрытыми глазами молодая девушка, тоже, в общем-то, если вы не врач, вы четких таких различий не увидите. Мы можем сказать, что это очень патагномоничный симптом для системного заболевания, системной красной волчанки, это тоже страдание сосудов на лице, так называемая бабочка на лице. Вот первые эти три фотографии, которые мы обсудили, причины могут, да, триггерные механизмы могут быть разными, соответственно, прежде всего нужно заниматься с ними, и этим занимаются специалисты соответствующих профилей гипотолог, либо специалист по системным заболеваниям ревматолог, и далее к этому я как нутрициолог рекомендую включить определенные нутриенты, и мы с вами много раз уже в предыдущих вебинарах говорили об этом, и вы ссылки на эти вебинары можете найти в календаре сессии в записи эти вебинары есть, вот на ту дату, когда был сам вебинар, вы можете найти соответствующие записи, либо люди, которые вас пригласили сюда, они вам подскажут, где найти материалы, вот если вас эта ситуация волнует, и не только косметический уход, вас волнует в этой ситуации, а прежде всего как помочь себе, да, а потом уже дальше что делать со своей кожей, потому что, конечно, можно там тональным кремом все замазывать, но это не решение вопроса. Если согласны, что тональный крем не решение вопроса, тройки поставьте в чате тогда, а я пока буду говорить дальше. Смотрите, а вот на последней фотографии я специально смуглокожу вот такого юноши взяла, потому что ситуация беспокоит не только женщин, но и мужчин публичных личностей, да, вот у него, несмотря на смуглую кожу, еще, ну, вы бы сказали, наверное, что это веснушки на лице, да, тоже в виде бабочки, вот такая гиперпигментация на лице, но у этого человека страдают надпочечники, им занимается эндокринолог серьезно, и при таком эндокринном поражении надпочечников, вот в том числе такие вот кожные проявления, есть болезни Адисона, ну, такая гиперпигментация. И я думаю, что вы все согласитесь, что с этим прежде всего нужно работать специалистом, нужна этим людям нутрициологическая поддержка, а далее уже косметологические какие-то процедуры. И не всегда косметологи первые берут таких пациентов, Евгения Игоревна тоже об этом, наверное, пару слов скажет, потому что этим пациентам очень многие процедуры противопоказаны. Ну, и для тех, кто условно здоровый человек, для того, чтобы не случалось каких-то тяжелых ситуаций, для того, чтобы мы оставались в форме, и, соответственно, чтобы и внешний вид наш был привлекательным, все знают, пожалуй, что лучше всего это средиземноморская диета. Кто знает, поставьте четверки в чате. Видите, там 10% оливкового масла, это омега-3, полинасыщенные жирные аминокислоты, это большое количество фруктов, овощей, это антиоксиданты, да, это орехи, злаковые культуры, бобовые, которые содержат изофлавоны, сои и так далее. Поэтому вот это здорово, но не все живут в Средиземноморье. Поставьте в чат шестерки, кто в Средиземноморье не живет. Из присутствующих здесь сегодня на вебинаре. Вот я тоже бы могла поставить шестерку, я тоже около моря живу, около Балтийского, но у нас напряженно, с фруктами и овощами. Ягоды, правда, лесные есть на Карельском перешейке. Вот, поэтому, если это не для вас история, да, о свежих вот таких вот, свежих фруктах и овощах, которые только вот-только вот с грядки, что называется, только-только с дерева, то, соответственно, нам нужно иметь сбалансированное питание для того, чтобы обеспечить сетка, а не органы, и в том числе кожу, как самый большой орган человека, обеспечить нужными нутриентами. И для этого у Project V есть классическая линейка, которая состоит из продуктов М, это омега-3, ПНЖК, да, СВ и СЕЙЧ, это продукты для эндокринной системы Д, для детоксикации и улучшения состояния иммунной системы Н, для улучшения состояния тоже эндокринной системы, в частности, фоноэстрогенного у женщин, и для опорно-двигательного аппарата, это продукт П для нервной системы, источник витаминов группы В, это продукт А, мощный источник антиоксидантов. Если вам антиоксидантов, антигипоксантов нужно больше, это SuperHit LV, это BR, это BY, о котором сегодня еще немножко будет сказано, новый совершенно продукт с керамидами для кожи. Это продукт ЕНТ для улучшения обмена гликозами ингликанов, это для улучшения состояния печени ДГ, и для улучшения состояния кишечника, нормализации микрофлоры и поддержания иммунной системы, продукт DR. Вот это краткий такой обзор, я позволила напомнить, потому что не все здесь сторожилы, есть и новые люди. И еще на один аспект я хочу обратить ваше внимание. Занимаясь нутрициологией в течение 20 лет, я вижу, что очень изменился характер питания за последние годы, и у очень многих людей есть дефицит незаменимых аминокислот, потому что, да, мы как-то стараемся сбалансировать еду по белкам, жирам и углеводам, но белки бывают разные. Есть и белки, которые содержат большее количество незаменимых аминокислот. Об этом мы с вами в вебинарах тоже уже неоднократно говорили, особенно те, кто спортивными вещами занимался, да, в вижн-фит участвовал неоднократно, но тем не менее я хочу вам напомнить вот о таком прекрасном продукте, который может вам помочь решить ситуации, в том числе и с кожей, потому что кожа – это орган, который снабжается по остаточному принципу, прежде всего органы, которые выполняют жизненно важные функции, снабжаются всеми питательными веществами. Если человек в тяжелом состоянии, ну, не кожа будет получать витамины, не кожа будет получать аминокислоты, не кожа будет получать полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты. Это будет доставляться сердцу, легким, мозгу, печени, почкам, органам, которые имеют вот значение витальное такое, да, жизненно важное значение. И поэтому для того, чтобы еще и красивыми быть, нужно очень тщательно следить за балансом незаменимых аминокислот и за тем, какие микронутриенты способствуют обмену аминокислот. Вот такая сбалансированная формула есть. Я ей пользуюсь уже давно, больше двух лет, мультипротеиновые коктейли папарацци. Если есть те, кто тоже это делает, достаточно регулярно поставьте семерки в чат. Я вижу таких людей, вот Прибалтика точно делает, и Болгария делает, и по Волжье делает. Замечательно. Я позволила себе вам напомнить еще, почему это именно сбалансированная формула незаменимых аминокислот. Вот четыре вида белков, с быстрой скоростью усвоения, средняя и медленная скоростью усвоения. И, соответственно, вот таким показателем интегративным является chemical score или аминокислотный score, по-русски так говорят, потому что усвоение аминокислот зависит от того, насколько сбалансированы они в данном продукте. За эталон принят яичный белок, ничего другого, ну, не было там в 20 веке, в середине 20 века, когда диетология бурно развивалась, вот он принят за эталон. Но, тем не менее, существуют сейчас формулы, которые позволяют еще в большей степени усваивать незаменимые аминокислоты, потому что они в более сбалансированном соотношении находятся. Вот как, например, вот в этом мультипротеиновом коктейле, который полезен на предыдущем слайде, вы это видели, и пожилым, и взрослым, и худеющим, и красивеющим, и даже очень юным людям, которые хотят, ну, прежде всего, развиваться, чтобы тело было красивым, да, и кожу тоже. И на этом мой короткий спич сегодня закончен. Я считаю, что я не очень вас нагружала сегодня. Восьмерки поставьте в чате, кто не нагружен информацией от меня. Ожидали более тяжелой конструкции. А вот тут вот вам так легко, вы вспоркнули в этот мир. И поскольку за два века темп жизни нашей возрос, вот вам шутка такая, конца 19 века. А сейчас я предоставляю слово высокому профессионалу, с которым я уже знакома и сотрудничаю более 15 лет. Это Евгения Игоревна Дубовик, врач-драматолог. Косметологией она занимается 18 лет. Кандидат медицинских наук, член Национального альянса драматологов и косметологов, автор 40 научных статей и спикер, участник международных и региональных конференций. Пожалуйста, встречайте. Показалось легкой, но я думаю, что тот интересный доклад, который вы сегодня представили, он как раз будет ярким моментом, запечатленным как раз в памяти наших слушателей. Итак, начнем. Сегодня мы поговорим о коже, о здоровой коже и о красоте. Синоним или это? Судить, конечно, каждому из вас, но я сегодня постараюсь рассказать о тех критериях, которые мы должны применять непосредственно в домашних условиях, то есть как ухаживать за кожей, чтобы она была здоровой, и о тех возможностях, которые мы применяем обычно в рамках косметологического кабинета. Итак, что касается структуры кожи. Кожа состоит из нескольких слоев, но перед этим я хочу сказать, что кожа – это основной покровный орган тела человека, млекопитающих, членистоногих, то есть различных организмов, и кожа представлена в разных формах у каждого из этих видов. И то, что касается ее отдельного строения, она состоит из трех основных слоев. Первый – это эпидермис, второй – это дерма, и третий – гиподерма. И мы, конечно же, в рамках работы в домашних условиях можем, конечно, говорить только о эпидермисе. То, что касаемо дермы и гиподермы, здесь мы уже работаем только именно с профессионалами. Для запоминания строения эпидермиса обычно в рамках учебного процесса используют аббревиатуру «большой зубр». Это значит, что эпидермис состоит из слоев базального, шиповатого, зернистого, блестящего слоя и рогового слоя. В эпидермисе постоянно проходят несколько процессов. Это именно деление клеток в глубоком слое, дальше это постоянное обновление клеток и слущивание клеток уже на поверхности кожи. За счет этого как раз и происходят все процессы обновления. То, что касается дерма. Значит, дерма – это, собственно, кожа и представляет собой соединительную ткань, состоящую из двух слоев – сосочкового и сетчатого. В каждом из этих слоев содержатся коллагеновые и эластиновые волокна в разном соотношении. И именно дерма определяет наш каркас кожи, ее структуру. И все мы любим говорить, приходя к косметологу, при ответе на вопрос «что бы вы хотели?», мы отвечаем, что «юный овал». Потому что возрастные изменения, они присущи всем. Ну, за исключением только совсем юного возраста, которому мы стремимся с возрастом, опять же, да, со своим именно. Значит, функции дерма, как я уже сказала ранее, это основное поддержание каркаса и определение структуры. Мы говорим, да, об области лица, к примеру, шеи. Если мы берем структуру всей кожи, по всей поверхности нашего тела, то как раз вот нарушение структуры коллагеновых и эластиновых волокон обеспечивают ее дряблость, обвислость, мелкоморщинистость и так далее. Значит, то, что касается подкожно-жировой клетчатки. Подкожно-жировая клетчатка – это структура, которая состоит из жировой ткани непосредственно. И основной клеткой ее является адипоцит. Функцией подкожно-жировой клетчатки является накопление и хранение питательных веществ, запас воды, энергетический запас, поддержание энергетического запаса и содержит жиростворимые витамины. Помимо этого, еще подкожно-жировая клетчатка участвует в обмене женских половых гормонов. И мы знаем, такой факт, там известен, что чем больше развита подкожно-жировая клетчатка, тем больше женских половых гормонов. И помимо этого, подкожно-жировая клетчатка еще обеспечивает терморегуляцию и обладает механической защитой. Исходя из вышеперечисленных функций каждого слоя, можно выделить функции кожи, а именно защитная, то есть от механических повреждений, от воздействия факторов окружающей среды, выделительная, происходит вывод с потом продуктов обмена и вывод избыточных солей. Рецепторная кожа обладает достаточно высокой чувствительностью. И в коже еще происходит такой важный процесс, как образование витамина D. То, что касается структуры строения кожи и отдельных ее клеток, функций. В каждом слое кожи существуют клетки, выполняющие определенную функцию. Клеток относительно много и, соответственно, много функций. Подробно останавливаться мы на них не будем, потому что это будет очень сложный тогда доклад для восприятия. Сегодня у нас цель несколько другая. И мы готовимся вступить на путь знания и вступить в мир красоты. Значит, основные клетки я перечислю, на которые мы обращаем внимание и работаем, и наша работа направлена как раз на их равномерное развитие, там, отшелушивание. И, соответственно, мы применяем различные методы для этого. Например, основные клетки кожи – это клетки кератиноциты. Значит, это клетки, находящиеся в эпидермисе непосредственно, да, вот в этом участке. И эти клетки содержат кератин, который создает внешний водоупорный слой кожи и совместно с коллагеном и эластином, это белки кожи, придает коже упругость и прочность. Следующие клетки, с которыми часто достаточно сталкиваемся, это клетки меланоциты. Меланоциты – это особые клетки, пигментные, окрашенные клетки, которые придают коже, волосам, глазам определенный цвет. Существуют как гиперпигментные образования кожи, то есть это темные волосы, темные глаза, темный цвет, так и депигментные. Это в основном наличие таких проблем, как витилиго, это основная, либо альбинизм, может быть, вы встречали в своей жизни у знакомых, у родственников, наличие отдельных фургментированных участков, депигментированных волос, либо совсем светлые глаза у людей, это тоже признак альбинизма. Еще одни клетки, которые встречаются, и мы на них обращаем внимание, это клетки Лангенгарса. Клетки иммунной защиты, они находятся в роговом слое и имеют такую древовидную форму. Значит, помимо иммунной функции, у этих клеток есть еще эндокринная функция, а именно, они обеспечивают синтез биологически активных веществ, таких как интерфероны и интерлейкина. С этими понятиями мы сегодня сталкиваемся достаточно часто при применении различных средств медикаментозных для лечения сезонных каких-то обострений или сезонных заболеваний. И еще одни клетки, это клетки Меркеля, они находятся в базальном слое, они еще называются тактильные или осязательные. Эти клетки находятся непосредственно в эпидермисе и в эпителии фолликулов волос. Эти клетки, как я уже говорила, обеспечивают кожную чувствительность и большое количество этих клеток находится в области банщиков пальцев. Теперь более подробно о тех процессах, в которые участвуют все вышеперечисленные клетки. Итак, меланогенез или синтез меланины. Это один из защитных факторов нашего организма, который препятствует чрезмерному поступлению или усваиванию ультрафиолетовых лучей различного уровня проникновения, есть лучи группы А, В, в кожу человека. И на 1 см квадратной кожи в среднем приходится до 1200 меланоцитов. Основной компонент или основная структура, которая является первым защитным фактором нашей кожи, является эпидермальный барьер. Чтобы получше понять... Ставьте, пожалуйста, себе кирпичную стену. Основу стены составляют кирпичи и в коже их роль играют отмершие чешуйки верхнего слоя. Корнеоциты. Корнеоциты как за руки держатся между собой и с помощью белковых перемычек, которые называются десмосомы, вот они, небольшие структуры, они соединяются и обеспечивают как раз каркас кожи. Цементом между этими клетками являются церамиды. И о церамидах сегодня достаточно подробно встречается информация, подробная информация встречается в литературных источниках. И многие производители как раз стали применять церамиды или керамиды, их еще другое название, в как раз косметических уходовых средствах. Значит, надежность и прочность эпидермального барьера помогает поддерживать гидролепидные мантии. Это пленка на поверхности кожи. Еще ее называют водно-жировой или мантии маркионини, или кислотной мантии. И эта гидролепидная мантия, эта пленка, состоит из жира, пота и кислот, которые образуются в результате процессов жизнедеятельности эпидермиса. Значит, поверхность кожи является кислотной средой. И мерой кислотности, вы знаете, является как раз уровень pH. И мы все стремимся к нейтральной pH, pH равной 7. Но все живые клетки, они чувствительны к уровню pH. Вредные бактерии, например, не выносят закисление и погибают. А полезные бактерии, такие, например, как лактобактерии, чувствуют себя достаточно комфортно в кислотной среде. И они живут на коже и борются с вредными бактериями. Для чего это нужно знать? Значит, для частый контакт с щелочными средствами, например, мылом, разрушает гидролепидную мантию. И этот фактор создает благоприятную почву для вредных бактерий и крайний дискомфорт для полезных бактерий. Значит, поэтому очень важно во время частого применения средств щелочных либо средств с агрессивными павами использовать защитные средства, которые обеспечивают равномерную и быструю регенерацию. Значит, то, что касается типов кожи, можно сказать следующее, выделяют нормальную, жирную, комбинированную и сухую кожу. Более подробно о каждом из этих типов мы будем говорить на следующих слайдах. Первое, о чем хотела бы поговорить, это кожа сухая и обезвоженная. Одинаковые ли это понятия или разные? Как вы считаете? Поставьте, пожалуйста, 0, если одинаковые, и один, если разные. У кого какие представления? Так, мнения разделяются. Отлично. Два. Огуль два. Такого варианта ответа не было. Ну, хорошо. Все в основном, конечно, ответили правильно, молодцы. Есть определенные критерии, которые отличают кожу сухую от обезвоженной. У сухой кожи имеется объективное чувство стянутости, большое количество прогрессирующих эпидермальных морщин, склонность к раздражению, шелушению и имеется повышенная чувствительность. То, что касается обезвоженной кожи, значит, обезвоженная кожа имеет уже не только эпидермальные морщины, но и мимические морщины. И мы как раз очень часто сталкиваемся с этой проблемой. Значит, если сухая кожа – это отдельный вид, тип кожи, то обезвоженная кожа может встречаться непосредственно и при жирной, и возрастной коже. И при этом еще очень важно отметить, что при этом варианте характерно нарушение микроциркуляции кожи. И при этом в этом типе как раз происходит достаточно быстрое фотостарение у наших пациентов. И причиной обезвоженной кожи могут быть как неправильный подбор косметических средств. Особенно мы это встречаем у юных пациентов, которые в силу отсутствия, к примеру, средств покупают более дешевые крема либо маскирующие средства с агрессивными павами, либо со средствами, которые запрещены на сегодняшний день в некоторых косметических средствах. Либо это неправильный подбор у возрастных, либо это неправильный подбор косметических процедур. Например, частое применение лазерных шлифовок, термообразий и так далее, использование различных щеток в домашних условиях, скрабов на основе косточек и так далее. Но эти все проблемы, они корректируются. По поводу жирной кожи, хотела бы отметить, что сальные железы развиваются из эпителия волосяных фолликулов и открываются непосредственно в сумке волос. Некоторые железы, например, железы в области верхних век, красной каймой губ, половых органов и другие, открываются непосредственно и не имеют связи с волосяными сумками. Наибольшее количество сальных желез в области головы, лица, наружном слуховом проходе, на всех остальных поверхностях кожи их гораздо меньше. Жизненный цикл себоцита или клетки кожи 14-28 дней. Поэтому эта информация нам необходима для того, чтобы понимать, на какой срок и на какое время назначать лекарственные вещества, дерматологические средства, либо косметические средства в качестве поддерживающей терапии после салонных процедур. Проблемой жирной кожи, нарушением ее функции, нарушением работы сальной железы является такая проблема, как акне. Акне – это воспалительный процесс, связанный непосредственно с сальной железой. И наверняка у знакомых, может быть, у кого-то из вас в детстве, в юности, а может быть, уже и в возрасте вы встречали отдельные вот эти проблемы, связанные с появлением отдельных нынешковых элементов, открытых из открытых комедонов. Вот здесь вот открытые комедоны, это еще у них название бытовое, черные точки. На вот этом слайде представлено уже более сложный процесс, встречающийся в основном у подростков, у юношей, рубцовые изменения и достаточно выраженные проблемы, так называемые постакне. Помимо этого, еще могут быть дисхромии или появление остаточных пигментных пятен в связи с нарушением заживления и нарушением микроциркуляции. По поводу чувствительной кожи существует много определений и выделяют как раз чувствительную кожу при различных патологических проявлениях, дерматологических, но помимо этого, еще чувствительная кожа может быть в возрастной коже, после, в постоперационный уход и при различных аллергических проявлениях на отдельные косметические средства. Поэтому очень важно умело и грамотно подбирать косметические средства. И когда вы их подбираете, многие не придают значения тому, что они принимают. Поэтому очень важна в данном случае грамотная нутрициологическая поддержка и в комбинации как раз с косметическими средствами. Поэтому как раз тема сегодняшнего вебинара и тема всех спикеров направлены на комплексный подход поддержания здорового состояния вашей кожи. Теперь некоторые понятия чувствительной кожи более подробно. Купероз – стойкое расширение капилляров и мелких поверхностных сосудов кожи и слизистой оболочки. Это понятие косметологическое, поскольку в медицине как отдельного диагноза купероз не существует. Частые зоны и области проявления купероза или расширенных сосудов являются такими зонами как раз крылья носа, область носа, подбородок и область лба. И тоже в жизни часто встречается, у кого есть проблемы частые с лорорганами, например, риниты, появление расширенных сосудов в области крыльев носа, как раз вот здесь, вот в носогубном треугольнике. Расширение вен на конечностях верхних и нижних не считается куперозом. Эта проблема называется уже варикозное расширение вен. Если я говорила, что купероз – это косметологический термин, то розация – это уже диагноз. Это хроническое заболевание, как правило, кожи лица и характеризуется частыми покраснениями или эритемой с определенными эпизодами. Могут быть покраснения определенные, это стадия эритематозная, могут проявляться пустула и папула, то есть это нынешковое явление. И уже более осложненный процесс – это узлы, появление узлов в области носа, называется ринофима, или в области ушных раковин, называется отофима. Еще одним серьезным поражением розация является расширенные сосуды, воспалительный процесс в области роговицы, называется офтальморозация. И факторов, которые провоцируют розация, достаточно много, но по последним пересмотрам, как раз буквально на днях был доклад по этому поводу моих московских коллег, что основным фактором является как раз инсоляция. Это самый главный провоцирующий фактор. Помимо этого, жаркая погода, но это тоже метеофактор, применение горячих напитков, горячей еды, горячих ванн и так далее, уже в меньшей степени. Итак, страшные картинки на данном этапе закончились. И я прошу вас отметить в чате, кто когда-либо сталкивался с какой-то проблемой из вышеперечисленных. Были какие-то предпосылки, было какое-то лечение. Ставим 0, если не было, и 1, если, соответственно, что-то, с чем-то вы сталкивались. Как раз определение пациентам наличия заболеваний, каких-то явлений, является одним из параметров для проявления типа кожи, который мы применяем на первичной консультации. Отлично. Как повезло тем, у кого полностью здоровая кожа. У вас еще больше возможностей для ее сохранения. Итак, в начале своего доклада я спрашивала, красота и здоровая кожа. Синонимы это или разные понятия? На Западе и на Востоке существуют разные понятия о красоте. И многие великие умы человечества размышляли о тайнах и законах красоты, о природе прекрасного. Например, в частности, Бодлер писал, что она состоит из двух элементов. Одного вечного и неизменного, не поддающегося точному определению, а другого относительно и временно складывающегося из того, что дает данная эпоха. Это, например, мода, вкусы, страсти и господствующая мораль. Непременными условиями вечной и неизменной красоты были и остаются симметрия, гармония и взаимное соответствие всех черт и пропорций. Законченный целостный образ и чувство подлинной жизни. Ещё, к примеру, ещё один пример можно привести по поводу красоты, о которой спорили, красоты Гера, Афины и Афродиты, о которых, об этих канонах спорили как раз Парис и Зевс. Значит, Зевс поручил Парису рассудить Геру, Афину и Афродиту, которые спорили между собой о красоте. И при этом как раз яблоко раздора с надписью «Прекраснейший» Парис передал Афродите. И впоследствии её уличили в употреблении пудры и губной помады для улучшения качества структуры кожи и как раз красоты. На Западе применяют правила троек. Три белые, к примеру, кожа, зубы, руки, узкий рот, плечо, ступня. Но при этом единым каноном является золостистый рыжий цвет волос. Ещё с Древней Греции изобрели способ обесцвечивания волос и уже как раз в эпоху Возрождения этот цвет был назван цветом Тициана. На Востоке прежде всего это ухоженное тело, а именно его гладкость. Женщина при этом как раз имела, должна была быть подобной человеку-подростку. То есть чем некрасивее был человек, тем, соответственно, он был красивее. то есть это такая подмена понятий. И как раз ещё на Востоке у женщин ценилась маленькая нога и с детства ей одевали крошечные туфельки для того, чтобы нога не росла. Уже более дамы высшего света красили чёрным лаком зубы, показывая свою принадлежность к более высокому классу. то, что касается теперь уже непосредственно ухода. Существуют, как я уже говорила, профессиональные косметические процедуры и уходовым процедурам. во-первых, это высокая концентрация антиоксидантов, наличие церамидов в кремах либо уходовых средствах, ампулах, сыворотках, герев, наличие стимуляторов синтеза церамидов, то есть это опосредованное влияние на поддержание гидролипидного барьера, но уже изнутри. При этом ещё поддержание окислительных процессов, нормализация процесса самоочистки, то есть это грамотный подбор очищающих средств, например, химические пилинги, лазерные шлифовки, дермобразии и так далее. Помимо этого ещё необходимо уменьшить проницаемость сосудистой стенки, то есть грамотное восстановление кожного покрова, для того, чтобы сосуды не были восприимчивы к факторам внешней среды. И уже говорила ранее, что частое применение средств таких, как мыло, снимает гидролипидную мантию и увеличивает возможность проникновения вредных веществ извне. Какие же цели? Это нормализация гидролипидного барьера, восстановление натурального увлажняющего фактора, снижение трансэпидермальной потери влаги, то есть избыточного выделения влаги с поверхностью кожи, стойкое увлажнение, то есть это препятствие появлению обезвоженной кожи и восстановление дермального матрикса непосредственно через стимуляцию униеметаболизма и улучшение состояния кожи. Справа перечислены те процедуры, которые мы применяем, их название. Кто-то, может быть, сталкивался лично, кто-то слышал от знакомых, а именно биоревитализация, это применение инъекционной методы применения гиалуроновой кислоты низкой плотности, контурная пластика, более серьезная процедура, которая восполняет объемы, потерянные объемы, опять же, вследствие достаточно сильного выхода влаги, к примеру, изнутри, либо это уже снижение как раз подкожно-жировой клетчатки, мезотерапия, улучшение поверхностной структуры кожи, то есть это как раз поверхностное восстановление гидролипидной мантии, и электропорация, это аналог мезотерапии с помощью аппаратов, и алмазное драмобразие, это грамотная шлифовка кожи, помимо химических пилингов, тоже правильно подобранных. Для коррекции и профилактики возникновения пигментации на слайде представлены некоторые процедуры, которые мы применяем, и они частично перекликаются с теми правилами ухода, которые мы должны применять постоянно в домашних условиях в качестве поддерживающих процедур, а именно это применение витаминных препаратов основной препарат это витамин С, мы можем использовать его неекционно, мы можем использовать его наружно в кремах и так далее. То есть помимо этого еще могут быть отбеливающие средства, к примеру арбутин, часто встречающиеся, но разница заключается в том, какая концентрация используется в разных средствах, которые мы применяем в рамках кабинета, либо в рамках домашнего ухода. И грамотный косметолог никогда не предложит пациенту использовать те концентрации, которые он использует в своей практике, поскольку пациент может навредить себе, получив ожог, к примеру, какую-то воспалительную реакцию, аллергическую реакцию, и затем эти результаты будут неправильно интерпретированы нашими пациентами, часто это встречается. В моей практике тоже бывало, когда обращались ко мне пациенты, они применяли самостоятельно, закупали средства на косметологических формах, сайтах, применяли, не соблюдая правила и технику безопасности, и затем уже получали аллергические реакции, ожоги и так далее, и мы уже с ними, с помощью дерматологических средств, косметологии можно было забыть, применяли для лечения тех или иных проблем. Значит, по поводу метода коррекции гидролипидного барьера, значит, в данном случае мы применяем в основном, конечно, крема на основе гиалуроновой кислоты, мы применяем как раз именно нутрициологическую поддержку, используем средства, содержащие гиалуроновую кислоту, церамиды в том числе, и применяем инвазивные аппаратные методы биоревитализации. И средств домашнего ухода, здесь будет некоторое повторение, это церамиды, стимуляторы синтеза церамидов, то есть здесь мы поддерживаем снаружи гидролипидную мантию, стимуляторы синтеза поддерживают изнутри и применяем неагрессивные эмульгаторы, например, ламулярные эмульсии, именно, мицеллярная вода, к примеру, пенка, молочко. если есть склонность к аллергическим заболеваниям или кожа чувствительная, мы никогда не применяем гели, и некоторые пациенты мне говорят, а как же есть в уходовых средствах для работы с чувствительной кожей, есть такие средства, как мыло. В данном случае мы говорим о тех мылах, которые содержат в себе как раз дерматологические составы, которые мы использовали ранее в условиях стационара нашим пациентам, сейчас уже все эти рецептурные формулы перенесены в как раз лечебные средства. Но мы не путаем эти понятия, да, это мыло, но мыло бывают разные, например, хозяйственное мыло, мы или лектиарное, мы не будем никогда умывать нашу кожу. И по поводу как раз работы с пигментацией. Подписает презентация. Значит, вот здесь еще хотел обратить ваше внимание, можете сделать скриншот данного слайда, будет вам поддержкой для подбора солнцезащитных средств, есть органические и неорганические средства. В данном случае мы обращаем внимание на защиту от группы от лучей группы А, от лучей группы В или их комбинация. В основном у детей применяется подобная комбинация, то есть не одея какие-то лучи, но сейчас уже и во взрослых кремах для взрослых формул используется как раз вот эта комбинация. неорганические средства сейчас уже в настоящее время практически не применяются за исключением только специализированных средств для сноубордистов, для каких-то занятий к примеру на яхте и так далее. Итак, и у нас по поводу пигментации здесь мы уже говорили по поводу средств, это в основном витаминные препараты для в домашнем уходе и что же мы должны еще тоже себе оставить как памятку как раз те средства, которые нам помогают и являются скорой помощью для реабилитации и восстановления гидролипидного барьера. В основном это масла, это стимулятор биосинтеза сфинго-липидов, например, это фитогормоны сои, клевер, граната, зеленого чая и лицетины и церамиды. Основное, конечно, природные масла в различных комбинациях и очень важно избегать пав в косметике, поэтому очень часто я своим пациентам даю памятки и даже напоминаю все время по поводу того, что во всех кремах, то есть косметика должна быть органическая, у них не должно быть больших сроков годности, как, например, в средствах масс-маркета, где стоят сроки годности до 3-5 лет. И желательно, конечно, использовать средства косметические, которые должны содержаться при определенных температурах. И призываю не хранить косметические средства, крема, масла, сыворотки в ванной комнате, поскольку температурный режим может убить их свойства. Итак, задавайте, пожалуйста, вопросы в чате. Если на какие-то вопросы мы не успеем ответить во время нашей сессии, то, пожалуйста, я оставляю свои контакты. Подписывайтесь на мой аккаунт в Инстаграм. И по промокоду PROJECT лично от меня вы получите 10-процентную скидку на консультацию, подбор косметических средств. И также это будет все совмещено непосредственно с грамотной нутрициологической поддержкой. Я думаю, что сегодня спикеры оставят вам свои координаты для опять же консультации дальнейших либо с вашими кураторами. И мы как раз откроем путь к здоровой коже и красоте. Для того, чтобы все были лучшей копией себя. Спасибо большое за внимание. И я передаю теперь слово следующему спикеру Капраловой Ларисе Юрьевне как специалисту связаны с победителем международного конкурса косметологов грамотным нутрициологом. И Лариса Юрьевна сейчас расскажет в своем докладе о комплексном применении БАД и косметических средств. Поделятся своими результатами. Лариса Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Погромче говорить. Благодарю за выступление. Было очень интересно и познавательно. Я косметолог с медицинским образованием и всегда рекомендую комплексный системный подход к красоте. Ведь наша красота зависит от состояния внутренних органов, от нашего настроения, от застрявших эмоций, от того, как мы питаемся, что пьем, пьем ли воду в нужном количестве, достаточно ли мы двигаемся. Все это сказывается, конечно, на наше здоровье и на нашу, соответственно, красоту. Сегодня я хочу рассказать про свой подход к системе омоложения креативно на примере печки. Можно слайды перелистать на примере печки. Давайте представим, почему бы не представить наш организм сравнить с печкой. Наш обмен веществ это как будто наша печка. В одиночку дрова не горят. Нужно их правильно сложить, зажечь. Вот дрова это наша еда, витаминно-минеральный комплекс это катализаторы, которые регулируют обмен веществ, горение дров. И чтобы лучше горели дрова. Конечно же, в рационе питания должны быть оптимально сбалансированные белки, жиры, углеводы и, конечно же, витаминно-минеральные комплексы. И если мы питаемся неправильно, то это приводит, конечно, к нездоровью. Например, сухость, шелушение кожи при нехватке жиров и витаминов А. Следующий слайд, вот эту проблему, чем мы можем решить, это, конечно, я всегда рекомендую своим пациентам такие продукты, как М, Биар, они очень хорошо восполняют нехватку полиненасыщенных жирных кислот, чтобы не было сухости в коже. Особенно хочется отметить, когда у пациентов идет проблема с акном, у них всегда кожа бывает пересушена из-за излишнего неправильного ухода домашнего, то, конечно, помимо салонных процедур и домашнего ухода нужно добавить вот эти продукты. При нехватке, например, белков нарушается структура коллагена и эластина. Здесь нужно обратить внимание именно на белковую пищу побольше использовать и так далее. Таких примеров можно привести очень много. И именно поэтому очень важно соблюдать режим питания, питьевой режим, оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов и витаминно-минеральных комплексов. Допустим, мы правильно сложили дрова в печку, зажгли. Но если погода плохая, то что у нас происходит? Следующий слайм можно поставить. Мы видим, что печка начинает дыметь. Я вот так придумала, что можно сравнить нас с печки. Если у нас плохое настроение, то мы заряжаем негативом свое окружение и соответственно тоже мы от этого тоже сами страдаем. Погода это наше настроение, наше психоэмоциональное состояние. И представьте, если нет настроения, то это приводит не только к нарушению обмена веществ, но и вот это как раз копичка будет дыметь. Дрова гореть не будут или плохо будут гореть. То есть усвоение питательных веществ из еды нарушается. То есть это нужно всегда помнить, чем мы питаемся и какое у нас настроение. Следующий слайд это у нас то, что нужно применять и рекомендую для улучшения настроения это принимать мистик гипер нортия очень хорошо регулирует душевное равновесие у женщин, особенно после 40-50 лет, когда идут гормональные перестройки. И конечно же продукт ПЕ, который укрепляет нашу нервную систему, нервные волокна. Если же мы долго находились в негативном состоянии, наша печка и дымоходы труба засыряются. То есть наш организм, наши нервы, сосуды зашлаковываются. Можно поставить следующий слайд, в этом случае что мы можем предложить нашим пациентам. Это же конечно наши трубочисты, это препараты ДИА, ЭСВ, они очень хорошо очищают наш организм и регулируют обмен веществ. Они очень хорошие отличные помощники будут в этом. И можно поставить конечно следующий слайд, потому что очень важно и может самое главное, чтобы хорошо работал мозг у того, кто топит печку, потому что без омоложения мозга, без омоложения всего организма не может быть и речи об омоложении лица. И в этом, следующий слайд, пожалуйста, в этом нам что может помочь? Это продукты BR. Это не та картиночка. Продукты M, A и BR. Это очень хорошее питание для нашего головного мозга, чтобы наш мозг хорошо работал. Если мозг будет молодой, хорошо соображать, работать, то и соответственно мы будем молодеть. Следующее можно слайд поставить. Я обращаю внимание пациентов это проблемы с верхним и нижним челюстным составом. Состояние полости рта надо учитывать, потому что если у нас зубы поражены кариесом, если хронический воспалительный процесс, это генгивит, парадонтит или парадонтоз, дистрофические изменения, если щелкает сустав, верхний нижний челюстной сустав, то есть пережимаются сосуды, нервы, возникает боль, конечно же о здоровье не может быть речи. И при воспалительных процессах полости рта, конечно же идет отек на лице, который никакими косметическими средствами и уходом процедурами к сожалению не снимается, поэтому здесь нужно тоже обращать внимание на состояние наших зубов. следующий слайд хочу рассказать результат системного омоложения моей пациентки. на фотографии до процедур до начала процедур системного омоложения мы видим тусклый цвет лица, наличие морщинок, немножко депрессивное такое состояние, а на фото справа мы уже видим после омоложения то есть не только цвет лица улучшился, не только морщинки и глубина морщинок исчезла, но и мы видим что настроение у пациентки улучшилось, общее психоэмоциональное состояние очень хорошее, то есть вот здесь именно речь идет о комплексном подходе к оздоровлению, то есть мы не только косметический уход делаем, а прорабатываем и душевное состояние, состояние нервной системы укрепляем и соответственно вот такие вот результаты идут у пациентов. Следующий слайд можно поставить, пока расскажу, я всегда акцентирую внимание на том, что если даже мы делаем хорошие процедуры в салоне, но нет домашнего хорошего полноценного ухода, то результат от салонных процедур держится недолго, поэтому я очень люблю рекомендовать нашим пациентам, своим пациентам гель-М и сама этим гелем люблю пользоваться, почему? Потому что это универсальное средство, его можно как мужчинам, так женщинам, нет ограничений возрасте, нет ограничений по времени года, оно имеет не только косметический эффект, но и лечебный, там очень хороший состав лечебной травы, которые уходят, заживление любых ранок можно помазать заживление после ожогов ран, допустим, любых ранок очень хорошо идет эпитализация, например, допустим, у меня как-то в машине продуло ухо, я сделала рундочку, поставила в ухо, и тоже очень хорошо быстро все прошло, то есть вот настолько подобраны хорошо, грамотно там лечебные травы, то и можно использовать и в таких лечебных целях, только для омоложения, поэтому используйте, пользуйтесь с удовольствием делайте себе подарок, такой замечательный гель. Далее можно поставить следующий слайд, что можно еще предлагать нашим пациентам для омоложения, это фейс-фитнес, я работаю при санатории, и мы каждую неделю собираемся с отдыхающими и делаем фейс-фитнес для лица, здесь я обучаю наших дорогих пациентов правильно в постановке рук, как нужно правильно делать упражнения, как делать правильно самомассаж, и как виден на картинке, там есть люди достаточно такого возраста хорошего, и несмотря на такой возраст, очень хорошие результаты мы достигаем, есть такие отзывы, что допустим улучшается зрение, пациентка допустим плюс 70+, она отметила вот Лариса Юрьевна я вот пришла на фейс-фитнес, у меня не было морщинок, а вот через неделю позанималась, я увидела морщинки, то есть вот это вот так в шутку, то есть у нее улучшилось зрение после того, как мы сделали гимнастику для кожи вокруг глаз, поэтому здесь тоже нужно заниматься системно каждый день, можно уделять по несколько минут, и тоже достичь в любом возрасте очень хороших результатов, вот, и конечно же я можно подставить последний слайд, я завершаю уже в завершении до своего отступления, и хочу пожелать, чтобы у вас всегда была хорошая погода в доме, в душе, чтобы всегда было хорошее настроение, здоровое, ухоженное тело, это наша печка, вернемся, то, что вот наше сравнение, чтобы она не дымела, и чтобы, конечно, было хорошее питание, это наши дрова, чтобы были катализаторы, это биологически активные добавки, чтобы дрова хорошо горели, и рекомендую, чтобы всегда вы обращали внимание на соотношение белков, жиров, углеводов и витамина минеральных комплексов в нашей еде. И еще раз подчеркну, главное, здоровый, умный, молодой, думающий мозг, чтобы вы обдуманно ко всему подходили, каждому движению, каждому решению, чтобы вы всегда осознанно делали выбор. Я благодарю за то, что вы уделили время, послушали мое выступление, возможно, вам чем-то могу помочь, и всегда рада, если кто-то будет обращаться, пожалуйста, тоже можно обращаться ко мне за консультациями. И я хочу представить следующего спикера. Это мой духовный наставник, это духовный учитель наших всех, это не только батарейка, я думаю, что это генератор идей. Этот человек, ну такая, я скажу, что вдохновляет на подвиги, на принятие решений. Человек всегда энергичный, и она профессиональный психолог, коуч, тренер. Я представляю панину Дарью. Спасибо всем. Достаточно утром я выложила результат, результат по продукту, потому что это, конечно, результат применения продукта. Звук пропал? Звук есть, нет? Плюсы? Есть. Прекрасно. Замечательно. я работала над собой, в направлении я восстанавливала кожу лица, я работала с избыточным присутствием кортизола в своем организме, потому что, ну, такой у меня ритм жизни. Москва, она диктует свои условия и наличие детей и других обязательств, оно тоже сказывается. И мой результат, он есть в Инстаграм, я обещаю, что буквально через несколько дней на свой день рождения я поделюсь с вами результатом нашей социальной сети сессии, вы сможете его использовать, потому что результат очень хороший. о чем мы сегодня будем с вами говорить, да, сегодня мы будем с вами говорить о том, что такое наше ресурсное состояние и почему очень важно ухаживать за кожей лица и как вообще на нас это сказывается. Ну, ресурсное состояние это, в общем-то, ну, как сказать, ресурсы, да, это то состояние, в котором мы наиболее эффективны, максимально продуктивны, да, это то, что позволяет нам сохранять вообще жизненные силы и вообще позитив в этой жизни. Оно состоит из разных факторов и многие люди находятся либо вот как на картиночке у вас, да, либо в ресурсе, либо вне этого ресурса. Сразу могу сказать, что очень часто сегодня идет, ну, просто из каждого утюга идут сегодня мастер-классы, курсы на тему, что давайте мы с вами ну, это прям как-то кто-то очень нас очень мешает, ну, ладно. Давайте мы с вами будем работать на достижение целей, и большинство людей сегодня дают нам что, какие рекомендации, ну, ставьте цели, ставьте планы, поднимайте свое эмоциональное состояние, и все. Это здорово. Я вам могу сказать, что если вы действительно будете прорабатывать свое ресурсное состояние при помощи эмоционального, ну, при помощи всяких установок, при помощи эмоций, это здорово. Но это только часть. Поймите, что если, и тут, да, говорите, что, допустим, если вот вы, ну, неправильно стали, опустим, информацию, мы сейчас будем исполнять ваши мечты, мы будем сейчас вот вас научим, вот все так на эмоции строится. Нет. Это неправильно. Почему? Потому что все-таки сколько вы не строите эмоции, база выходит из тела. Да, и мы ничего с этим сделать не можем, и надо понимать, что мы с вами все-таки взаимосвязаны очень сильно, и если вы ставите себе, допустим, вы очень хотите, ставите себе цель очень хорошо выглядеть, вы вот, ну, там очень говорим о красоте, поэтому, естественно, это актуально, тебе цель очень хорошо выглядеть, очень сиять, да, и вдруг выясняется такая история, что, ну, что-то не получается, да, вы бежите, работаете, ну, что называется, с фасадом, да, вы тратите деньги на косметические процедуры, вы тратите деньги на хороший макияж, но что-то, все равно что-то происходит не то, да, Все равно мы приходим домой, макияж снимаем, и эффект процедуры отложенных денег, он как бы не тот, который бы мы хотели. И то есть мы вроде направленность, вроде мы аффирмации делаем, вроде мы к косметологу хорошему пошли. Но любой косметолог, любой профессионал вам скажет, что это только часть. Работать надо в ресурсном состоянии, оно целостное. И ваша красота, и ваш антиэйдж – это тоже вопрос ресурсов, вопрос целостности программы. И работать надо нужно со своим питанием, потому что мы то, что мы едим, и это главное, и это надо понимать. Потому что как бы ни старался никакой косметолог, он будет работать с внешними проявлениями, конечно, есть сейчас очень сильные, хорошие процедуры, болезненные достаточно процедуры, а не все инвазивные, которые есть, дорогие процедуры, которые будут выравнивать кожу лица и так далее. Но все это, я вам это подтвердило уже 23 человека, 3 спикера передо мной, все это все равно не имеет смысла, если мы не работаем над собой изнутри. Поэтому в основе все равно я говорю о правильном питании, о сбалансированном питании. И, конечно же, это наш продукт Project V. И вот на ваших экранах сейчас мой самый любимый слайд – это люди, которым за, да, это люди, которым за 50, да, кому-то сильно за 50. И это не какого фотошопа, это вот, ну, люди, вот они так выглядят. Все, кого вы знаете, Елена, Михаил, Талья, Алла, вы все их видите, можете увидеть их в Инстаграм, вы можете увидеть их на Фейсбуке посмотреть. Это они, люди, так реально выглядят в жизни, да, это люди, которые сегодня замедлили ход старения, да, за счет, не за счет только какого-то, а за счет комплекса. И это без каких-либо, ну, тебе кажется, так, это естественное старение. Вот я за естественное старение. Я против водопроцентной косметологии, я против серьезных каких-то инвазивных процедур, которые сегодня делают и меняют, в общем-то, структуру, просто лицами, как структуру человека. Я вот, ну, резкий противник, да, я все-таки за то, что все-таки оно должно идти своим чередом, да, естественно. И вот наши естественные молодые люди, вот они у вас на экранах, да, тем более сегодня и косметология, и матерциология, они позволяют работать над собой правильно в этом направлении. И этому, конечно, надо уделять внимание. И говоря еще раз все-таки, я еще раз хочу поставить акцент на том, что все-таки, да, косметология, вы, может быть, пришли сюда услышать о косметике, о косметологических каких-то новинках, но все-таки надо понимать, что часть вашего ресурсного состояния, оно, ваша ресурсность, она все равно кажется отразиться на состоянии вашей кожи. И это, конечно же, будет и складываться из здорового сна, да, то есть что это входит, это сон. Это, конечно же, спорт, занимательный спорт. Но я не подразумеваю, веду сейчас, что должны пойти срочно бросить все и бежать на беговой дорожке, да, но хотя бы прогулки на свежем воздухе, да, хотя бы свои шаги, начните хотя бы там с двух, трех, четырех, пяти тысяч шагов, дойдете до десяти тысяч какого-то в каком-то моменте, выхаживаете, там, выходите хотя бы два километра, три километра. Но все надо делать постепенно. И, конечно, это питание. К сожалению, сегодня, с одной стороны, мы имеем очень огромное изобилие, причем это во всех странах практически, мы большое имеем изобилие продуктов, это счастье, но, к сожалению, проблема в том, что они не так качественные, не настолько качественные, как бы мы того хотели. Я, кто знает меня давно, знаю, что я очень люблю Болгарию, и всегда стараюсь туда ездить вот в межсезонье, весной, осенью. Мне нравится климат, мне нравятся горы, мне нравятся... У нас и в России тоже прекрасная природа, ну, так, для смены обстановки я выезжаю туда. Я вот заметила просто на примере, почему говорю про Болгарию, потому что очень видно на примере небольшой страны, как я это увидела. И я езжу туда с 1998 года. И когда мы только приехали, меня поразило обилие натуральных продуктов. Просто натуральные продукты, они в магазинах стояли, они на каждом шагу... То есть это не рынки, да, это обыкновенный магазин, типа как у Билла, как у нашей ленты в России, да, такие же там магазины, вы заходите, Лидл там, и вот он... Нет, Лидл тогда не был, но были какие-то другие магазины, они большие, и туда заходишь, там стоят достаточно натуральные продукты, они своего даже, в общем-то, ну, массового производства. Это не хендмейт, да, это не какие-то эко-продукты. И что произошло со временем? Последний мой приезд меня очень сильно поразил. В том смысле, что найти натуральные, чистые продукты, как это было 10 лет назад, практически невозможно. Вот это есть результат, ну, наверное, нашего прогресса технического. Что говорить, если я говорю, например, по маленькой стране, как это было заметно, для меня это было очень, бросалось в глаза. Ну, что говорить, да, про большие города, про мегаполисы. Ну, про Москву я вообще могу много что рассказать, да. Но найти сегодня качественное здоровое питание сложно. И не стройте себе иллюзии, что вы можете это сделать прямо легко. Есть очень много моментов, почему это сделать сегодня сложно. Ну, во-первых, вопрос экологии, да. Если вы живете в больших городах, если рядом с вашим городом, в районе 150 километров, есть какое-либо производство, связанное с выбросами в атмосферу, то в радиусе 150 километров почва забрезнена, да. Соответственно, все, что возделывается на этих землях, оно, ну, оно, конечно, выращено с меньшим добавлением химии, и это уже хорошо. Назвать это на экологически чистой почве нельзя. Есть очень, не буду называть фамилию, есть очень известный человек, который претонирует свои продукты как экологически чистые, но при этом имеет фермы под аэропортом Домодедово. Но остается вопрос, да, насколько эти фермерские продукты могут быть чистыми, это касается, что Москвы. Но это, к сожалению, сегодня, где это повсеместно происходит. Это первый момент, да. Второй момент, все-таки уделяйте большое внимание питанию. Почему? Смотрите только, не только на колораж, но и следите на теми элементами, которые употребляете в сутки. Есть очень много приложений, честных приложений, которые есть сегодня на App Store, да, на Google Play. И вы можете закачать по исследованию того, по заполнению дневников вашего питания и посмотреть, что вы едите именно в микроэлементах. И если вы увидите честные дневники, которые учитывают термическую обработку, происхождение продукта, то есть вы говорите там, творог вы его запекали, его съели чистыми, то есть есть лактозные продукты, да, то же самое, там морковка органик, неорганик, то вы увидите, что добрать все необходимые микроэлементы очень-очень сложно. И, например, чтобы хотя бы минимально закрыть все позиции каждый день, их нужно набирать порядка 4,5 тысяч, 5 тысяч килокалорий. Ну, представьте себе ваш вес в этом составе, как вы будете себя чувствовать, 5 тысяч килокалорий потребить, да, их надо еще как-то сжечь. То есть если вы спортсмен, занимаетесь очень тяжелым трудом, да, как, я не знаю, может, труду добываете, тогда, наверное, все окей. Но, в принципе, среднестатистическому человеку 2,5 тысяч килокалорий – это уже запредельно, да, и это только половина. Поэтому надо понимать, что все микроэлементы мы не добираем. Откуда возникает необходимость в дополнительных косметических процедурах, почему подхалывают там какие-то витамины, какие-то мезококтейли, почему сегодня используют дополнительные микроэлементы, почему мы пьем БАДы, почему мы пьем суперфуды, потому что мы не добираем то, что нам нужно. И все это рано или поздно скажется о чем? На нашей с вами коже. Вот эта замечательная картинка. Конечно, она не будет сегодня соперничать с какими-то серьезными медицинскими исследованиями, безусловно, да, но это очень хороший сигнал того, посмотреть на свое лицо, взять хорошее зеркало, встать на солнечный свет и посмотреть, а что с вашим организмом не так. Потому что ваше лицо, ваше кожное лицо, оно сразу начнет сигнализировать, что что-то происходит не так. Опять-таки, от чего происходит? От того, что просто мы чего-то в жизни, возможно, и не доели. И какие-то функции, какие-то органы были объединены полезными микроэлементами, и в результате чего начинает хуже работать. Сразу могу сказать, что необязательно, что ваш микроэлементоз, он, например, будет сказываться на вас моментально. То есть вы не поели неделю, через неделю вы не почувствуете себя хорошо. Ну, смотря что, кстати говоря, например, если вы избыток углеводов дадите и снизите белки, вы очень быстро это почувствуете. То есть вы знаете, да, что без белков мы жить не можем, без углеводов проживем. К сожалению, наше питание современного человека, оно более углеводное, да. Но есть еще люди углеводного типа обмена веществ, это мы будем говорить в следующих вебинарах, будут делать прямой эфир обязательно на тему антиэйдж питания. Хотели делать про сахар, но вижу, что антиэйдж, он актуальный. Там будем раскрывать эту тему. И смотрите, то есть рано или поздно все равно начинается сбой кожи, она первый дает сигнал, чего нам не хватает. Мы, например, начинаем говорить, ой, началась зима, началась сухость кожи, начинается сушение, мы бежим, что, да, ой, наверное, ну, понятно, что мы себя пересушили, потому что, наверное, в 70% случаев уход за кожей, он агрессивный, он неправильный, то есть действительно люди не читают оборотные этикетки, не понимают, что на самом деле, чем они снимают эту косметику. У вас может быть самый прекрасный крем, но если вы постоянно себе сдираете кожу павлыми очень агрессивными, то, ну, это рано или поздно придет не к самому лучшему результату. Это надо тоже понимать. И поэтому косметика, у тебя крем не работает, так не крем не работает, это умываетесь неправильно. Это тоже очень надо, очень хорошо на это обращать внимание. Так вот, если вы, например, видите, что началась зима, ветер, и вдруг увидели, что у вас начинает сушиться кожа, ну, мы понимаем, да, что мы где-то неправильно дали уход, а еще на что мы должны обратить внимание? Что у вас реакция на холод, а почему у вас кожа не справляется с холодом? А вам не хватает что? Что-то там в липидах не то происходит. А еще что вам не хватает? Вам не хватает витамина А, вам не хватает омега-3, насыщенный жирный кислот. Почему? Потому что у вас, вы их не доели и не доусвоили. Есть понятие, что можно не доесть, не доусвоить. И опять-таки, при тем, как я буду представлять, я сегодня представлю вам новую косметическую линию, которая у нас есть, она пойдет все равно в дополнение к питанию. И наш продукт Project V, я на себе его проверила, мы на себе его проверили, мы говорим о том, что он работает. Поэтому все-таки обращайте внимание, что только косметикой вы проблемы не решите, кто бы, что бы вам не говорил и вас как бы не уверял. Вот это все равно, а будет обманом, потому что все предыдущие спикеры сказали, показали вам, что все идет из чего. Стояние кожи идет из чего? Из внутри, из нас самих, из того, мы это продуцируем из себя самого, да, фактически. И надо понимать, что это из чего строится, из того, что мы себе дали. Про печку отличный был пример, кстати говоря. Вот можете посмотреть на свое лицо и увидеть, да, если есть где-то какие-то высыпания, какие-то проблемы, какие-то пигменты вдруг, то вы можете посмотреть, обратить внимание на те органы, которые, на органы мишени, да. То есть вы понимаете, где может быть слабое место, какой орган в данном случае перегружен и работает неправильно. Это надо знать, с этим надо работать. Ну, а теперь, конечно же, долгожданная наша косметическая линия, которую мы ждем. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ее получим. Я думаю, что впереди у нас еще и Новый год, у нас впереди еще и Рождество, и Старый Новый год, и у нас впереди еще и 23 февраля, 14 февраля, 8 марта. Так что впереди целый сезон подарков. Это мои самые любимые месяцы. Наверное, потому что еще и дни рождения в моей семье идут практически один за другим. А вот начинается самое-самое любимое время года, по крайней мере, для меня. Я думаю, что это для вас, потому что подарков много. Да, дарите себе подарки, дарите себе своим близким, запланируйте это. Это будут очень хорошие подарки. У вас уже есть сегодня Project 3, который вы можете подарить. Это самый лучший подарок и самый дорогой, который может быть. И, знаете, самое лучшее, что есть у хороших друзей, не оставится у друга голодным. Вот наш продукт, это точно не позволит вашим друзьям оставить голодным. И, конечно, наша косметика, которая позволяет дать себе качественный уход за кожей, создать себе хорошую антиэйдж-программу. На что направлено, кого направлена эта косметика? Конечно же, это больше косметика на 30+, но надо все-таки понимать учеты индивидуальных особенностей организма. У кого-то процесс старения запускается раньше, у кого-то позже, поэтому, конечно, чуть-чуть возраст может и варьироваться. Надо понимать тоже состояние кожи. И сегодня эта линейка, она, то, что мне греет душу, это ЭКО-СЕРТ, это ЭКО-СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОСМЕТИКА. То есть это достаточно серьезный стандарт. Это не российский ЭКО-СЕРТ, который выдается ЭКО-ЭКО-СЕРТИФИКАТ. Это европейский ЭКО-СЕРТИФИКАТ, ему очень достаточно жесткие требования. То есть это значит, что это не содержит никаких токсичных веществ, что эта косметика не содержит никаких агрессивных ПАП. И эта косметика проверена драматологически, она протестирована, и она безопасна. Конечно, я всегда это говорю, что индивидуальная непереносимость никто никогда не отменял мы так сами устроены но кстати об этом тоже можно провести отдельный вебинар почему она у вас возникает как правило все таки экоферт гарантирует вам безопасность применения косметики здоровую эффективность то есть без стимуляторов которые химическим образом введены в косметику такое тоже очень часто за счет получаем гладкие лица за счет большого качества силикона в результате за счет пока сейчас эко сертификат алексей на данном моменте стоит на дарканика мы тоже отработаем животные естественно косметика не тестируется это тоже определенные да есть уже так себе знак это тоже очень так вот обращайте внимание на то что натуральные компоненты они все-таки безопаснее и они имеют длительный накопительный эффект современное средство предлагает большое количество силиконов и обращая внимание это моментально гладкий эффект или дает моментально разглаживание морщин там за счет каких-то реакций но как следствие что очень сильный откат потом назад поэтому такие вещи вы избегаете в косметике обращаете внимание все-таки на натуральности сразу могу сказать что когда видите косметику и кассерты должны понимать все таки что это косметика накопительного характера и длительного использования это тоже очень важно не условия хранения об этом сегодня уже сказали обязательно как правило косметика должна храниться прохладном месте не на батарее не на солнце важные очень условия хранения такой косметики потому что тяжелых консервантов она не содержит это тоже надо знать и как правило эта косметика для которые содержат пумпы они крушеного данном усилия это помпова косметика которыми не попадает лишний кислород на что сделать основной какой-то весь основной акцент ну поскольку это антиэйдж программа и направлено все-таки на замедление старения вы знаете чем раньше начнете работать со своим антиэйджем программы старением кожи тем быстрее тем лучше вы сохранитесь это на мне это сработало на сто процентов на вас точно так же будет работать сегодня что есть какие сегодня тенденции в работе с антиэйдж программами но если брать мне какие-то не инвазивные да серьезные какие-то техники обратимые косметологии есть разные направления и способ сегодня есть есть сегодня косметика которая направлена на то чтобы заполнить кожу гиалуроновой кислотой да и так далее очень много направлений но очень много сегодня косметики кто содержит ретинол и причем нам нужно эти но да снимает аэроговеш слой кожи выравнивает и выравнивает пигментные пятна и он очень широко используется особенно в корейской косметике его очень любят но относительно недавно все-таки стали поскольку кстати говоря ретинол он сегодня уже есть исследование о том что все-таки он имеет корреляцию с возникновением рака кожи уже людей проживающих на территориях нашего земного шара где повышенная из инсоляция да то есть он кожу истощает и он нарушает защитные барьеры есть некоторые трудности его применения и обратили внимание на бакучо что это такое это экстракт семян бакучо древние древние растения известные еще хорошо известны в юрведической медицине в юрведе и сегодня время в сегодняшнее время он стал достаточно широко использоваться на него стали обращать внимание за счет очень высоких антиоксидантов и противополит противовоспалительных свойств и его конечно сегодня используют конечно как альтернативу ретинолу кстати говоря еще почему да такая популярность у ретинола и почему сегодня это актуально очень сильно скажем так как не только вы молодел возраст акне высыпаний на кожу лица но и он очень постарел сегодня страдают не только молодые девушки но и девушки которым хорошо за почему это возникает во первых нарушение обмена веществ это понятно ведь это мы сейчас все даже это не будем сейчас затрагивать и гормональные продукты и неправильная молочка которая сегодня же станет просто опасный кисломолочные продукты целый ряд причин но сегодня также не забывайте том что косметика которую мы чрезмерно использование косметическими средствами декоративной косметикой тоже сказывается и все-таки с тем что мы используем большое количество познания и незнания агрессивных пах нарушая свой поверхностный слой кожи что способствует чему распространению бактерий и так далее так далее да то есть мы получаем периодические высыпания воспалением женщин даже в том возрасте когда в принципе там быть не должно но к сожалению это сегодня идет достаточно широко я не говорю конечно тяжелых стирен запущенных формах сегодня не об этом говорим но так или иначе периодические высыпания достаточно такие хорошие видимые мы можем наблюдать и хорошо если это там делать каких-то же серьезных вмешались чтобы там проводить там все шлифовку коры и это поэтому большой интерес конечно же у людей кто живет опять-таки очень часто этим подвержены люди находящиеся на солнце то подвержены с алиацией да и у которых кожа более склонны к жирности люди с эндокринами с двигательными нарушениями сегодня это к сожалению очень много людей это подвержены и мужчины и женщины поэтому данная косметика подходит именно и и и и для мужчин и для женщин и тогда в чем же все-таки разница бакучела и ретинола это наверное главный вопрос и чем отличается именно данный набор потому что ну бакучел сегодня достаточно распространен все-таки но у него есть свои особенности я не сейчас скажу в чем здесь секрет ну во первых когда что касается ретинола да мы знаем что сегодня ретинол достаточно проверенный компонент да его самая большая трудность это агрессивность и например я по себе я не смогла я не смогла подобрать себе косметику на эти 0 и хотя я использовала ну наверное достаточно достаточно хорошую косметику она люксовая по цене так точно это ультра сьютиклс да австралийская косметика но получил я очень негативный к сожалению результат но не только это к сожалению как оказалось вообще масса силу того что косметика позже я узнала и и это линия она не подходит для той полосы которые я пожелаю географической все таки да то есть и плюс особенностью кожи еще она не для моего типа кожи не для савянского тип кожи это тоже надо кстати говоря учитывать когда вы обращаете внимание на корейскую косметику да то есть например из казахстана например где-нибудь тогда она будет ура то например здесь есть свои моменты свои особенности тоже надо это учитывать это ближе к взятскому типу кожи она будет ходить нежели к европе в россии да это тоже момента что касается такой что касается ретинола дарить но достаточно агрессивный компонент который все-таки с одной стороны у него безусловно есть какой плюс он дает такой хороший быть жесткий эффект он натягивает кожу высушивать и дает быстрый омолаживающий эффект но есть в чем проблема кожа не успевает правильно обновиться это раз мы получаем это обезвоживание то слушание которое мы говорили и повышается в очень разы большие сильные разы пигментации чувствительность к солнцу и гиперпигментация и к сожалению да может доходить даже до ретиноидной дерматизм можно получать из-за ретиноидной дерматизм к всему достаточно аллергичный и это что требует ретинол даже если вы сейчас в москве я на сижу смотрю в окно если вы пользуетесь ретинолом а его используют как правило на ночь да это не дневного применения все-таки компонент то вы даже утром обязательно наносить средства и просто с пф защиты для зимы от хорошей защиты для зимы а здесь кстати возникает и трудности потому что ряду ряд кремов в том числе профессиональных с пф защиты они дают не тот результат как вы хотели они как раз приводят и как на за счет того что он забивает может эффект такой создается что забивает пора опять таки не буду сейчас долго об этом говорить можно спорить какая хорошая какая плохая косметика но такой среднестатистический результат который мы имеем поэтому все-таки ретинол он при всех своих плюсов дает достаточно жесткую жесткий результат по сравнению с бакачиолом сразу могу сказать он быстрее действует чем бакачиол бакачиол нужно раза в два больше чем ретинола но в отличие от ретинола бакачиол не дает такой фото сензитивности то есть фото чувствительности то есть на солнце не стимулирует так пигментация хотя конечно же чем северный тип кожи тем больше вам нужна защита на солнце даже зимой и в принципе что делает что делать что делать бакачиол он блокирует скажем тогда он блокирует работу коллагеназа это и дает возможность что замедлять процесс разрушения коллагенов кожи то есть что это вам дает за счет сохранения коллагена турбор кожи до упругость кожи и плюс ко всему повышает что если мы допустим при помощи ретинола мы за счет скажем так стирания верхнего слоя кожи и частично и запущение соответственно соответственно как эффект как при ожоге да если мы делаем пилинг то соответственно мы сняли роговой слог кожи и пошла что регенерация все таким сами регенерируем а тут кстати очень важный момент а чем вы питались до этого не в момент пилинга а за полгода до этого ну или хотя бы месяца за полтора за месяц потому что как раз клетки подустроить из того что вы наели что вы им дали они же не ментальная реакция до этой ментальной аллергии поэтому очень важный момент еще будет в регенер здесь конечно букачок он так не работал не так работает он не так агрессивен он все-таки больше направлен на то что он действует мягче вот это проще договорить за счет там это это работа чем того что поддерживать уровень коллагена не так агрессивно да не за счет стимуляции регенерации а за счет того что он просто дает дополнительную продолжение дополнительные условное птанировое питание да то он что дает нам дает нам возможность кожу подержишь дольше упругой и дальше и больше разглаживать ну морщин это очень важно очень нужно и конечно же за счет своих противу воспалительных высоких противовоспалительных свойств, он блокирует развитие акне, да, блокирует развитие бактерий и, соответственно, снижает воспалительные процессы, да, которые могут присутствовать на коже. Что, в чем отличие? Бакучол относительно распространен. Есть даже исследование, можете попугать его, где все-таки сравнивают, что эффективнее, бакучол, рутинол и как его использовать. И тут вот очень важный момент. Ну, во-первых, да, ваше питание, оно очень сильно скажется. И второй момент, что помимо бакучола входит в вашу косметику, потому что, конечно, да, и это есть уже сегодня открыто везде, что да, бакучол, его нужно больше, чем ретинол, действительно, если надо больше работать, но его нужно и правильно поддерживать. И вот эта косметика, она очень хорошо сбалансирована. Она направлена на поддержание действия бакучола, ее состав и дополнение, потому что, во-первых, здесь, ну, растительный глицерин, да, соответственно, уже другая структура, здесь уже другое проникновение кожи, другое воздействие. Есть экстракт инжира французского происхождения и обработки. Важна, естественно, обработка. Есть мелкая, высокомолекулярная, низкомолекулярная, да, надо понимать, насколько там проникновение происходит в коже. То есть здесь, конечно, безусловно, где-то мельчайшие частицы, которые хорошо проникают в нашу кожу. Опять-таки инжир, что дает, да, противовоспалительный эффект и поддержание антиэйдж-эффекта. Гинго-белоба – это вообще незаменимая работа, особенно если, зимнимый компонент, особенно если вы склонны к куперозу, вам очень поможет это и покраснением, и шелушением, да, и вообще кожа такая, она атопичная немножечко. И если, например, у вас кожа, наоборот, жирная, то не думайте, что она нуждается в увлажнении. Гинго-белоба как раз с этим хорошо справляется за счет тонуса сосудов. И жей-шень. Вот это, конечно, наш кладец, потому что это адаптогенный противовоспалительный компонент и большая комплексная работа по защите, за восстановление барьерных функций вашей кожи. Соответственно, что мы делаем, да, что мы получаем в результате такого состава? Еще раз, найти что-то по отдельности можно, но здесь это все в одном флаконе. Именно сразу же вместе собрано. Вот это именно соединение всех этих компонентов разом и позволяет нам добиваться максимальной эффективности. Что дает, да? Во-первых, создает эффект лифтинга. Да, за счет что? Не за счет натяжения, да, то, что мы кожу обожгли и кожа дотянулась. К сожалению, чаще всего это так работает. Большинство косметических средств не так работают. Нет, не за счет там каких-то содержаний кислот больших, а именно за счет чего? За счет того, что поддерживается уровень коллагена и просто сохраняется в контуре кожи. Ну, естественно, тонус, да, выравнивается поверхность кожи. Почему? Потому что бокачиол, он потихонечку способствует снятию роговешего слоя, да, и легче, он легче сходит с лица. Соответственно, да, у нас более гладкий рельеф кожи. Интенсивное обновление, замедление старения кожи продает коже больше эластичности. И самое важное, все вместе это дает защиту от фотоповреждений. То есть без дополнительных введения каких-то серьезных световых фильтров, которые вводятся в косметику. Сегодня, это то, что мы сегодня используем эту косметику, которая используется в косметике компоненты, которые прошли, доказали свою эффективность, которые прошли клинические испытания, которые прошли косметологические испытания, да, и эффективность которых доказана тестированием INVIV, да. То есть мы видим, да, как они действительно действуют. Итак, какие есть продукты и на что они направлены? У нас есть с вами дневной крем, да, это наша обязательная программа, особенно если, особенно это в холодное время года, я думаю, вообще это всегда актуально. Опять-таки, что там, на что вращаем внимание? Что там здесь есть буква Чиол, которая создает нам эффект антиэйджа, да, борется с морщинами, повышает упругость и борется с акне. Здесь, конечно, комплекс Project V, да, который я выше назвала, который создает вам тонус, антиэйдж дает программу и, соответственно, дает вам защиту от старения и фотоповреждений кожи. Вот те компоненты, которые я выше перечисляла, да, женщин, генгебелоба, все вместе, не за счет введения каких-то химических компонентов для создания фильтра на лице, то есть без создания пленки. И, конечно же, комбинация полисахалидов, и это, конечно, очень важно, потому что эта комбинация, за это у нас отвечает инжир во многом. Почему? Потому что здесь что нам дает? Здесь нам дает защиту от обезвоживания, успокаивает кожу, да, то есть если у вас, не дай бог, вы неправильным средством умылись, то хотя бы сможете восстановиться, хотя предусываю сразу умываться правильно, избегать все-таки агрессивных пах. И дает нам реструктурирование кожи. Ночной крем обязательно мы им не пренебрегаем, потому что ночная у нас работа организма, ночью организм не спит, он работает, и работает он активно, идут регенеративные процессы, и как раз-таки нашей коже нужно очень питание, да, в этот момент, когда она находится в спокойном состоянии, не происходит выброса ни кортизола, ни гормона не проявит, да. Что дает бакучу, опять-таки, ну, anti-age эффект, да, дальше у нас есть что, ну, по счету, опять-таки, нашего комплекса Project V, который мы выше называли, все точно так же идет работа на уже хорошем уровне по защите и восстановлению барьерных функций кожи, да. И, соответственно, у нас есть еще и лари из курента, это вещество, это компонент, который позволяет нам бороться с свободными вертикалами и продлевает молодость кожи, да. То есть мы даем вот то, ну, скажем так, то питание, те необходимые микроэлементы, да, кожи, которые нам нужны ночью для того, чтобы утром проснуться более свежими, да. То есть как раз-таки такая ночная работа по восстановлению. Считайте, что это будет ваша кремовая капсула, да, которую вы ложитесь, засыпаете в трубку, засыпаете, и вы ничуть не постарели. Есть, конечно же, сыворотка, облегченный вариант, да, это, она может быть и в дополнении крема, может, наверное, использоваться самостоятельно, если у вас чрезмерно жирная кожа и вообще не хочет принимать крема, такое тоже встречается. Но, кстати, это будет больше о зашлакованности организма, нежели о типе кожи, но об этом будем позже говорить. Опять-таки направлено на антиэйдж эффект. И здесь есть еще очень важный момент, пробиотик комплекс, так что для тех, кто страдает воспалениями, у кого есть акне, мужчины после бритья, у которых возникают проблемы, да, вот, дорогие мои, это для вас сыворотка, которая позволит вам, во-первых, сбалансировать PH, потому что PH у нас очень сильно нарушает за счет применения косметических средств, не всегда правильно подобрано. И, во-первых, за счет, конечно же, еще и воды, потому что мы с вами, а уж мужчины наши, они, если я спрошу сейчас мужчин, используете ли вы косметику для умывания утром и вечером, уже интересно, есть такие, поставьте цифру 2. Вот, я когда мужу это приношу, он смотрит на меня с большим удивлением, то есть заставить моего мужчину в его 43 года умываться при помощи специальных средств для умывания мне сложно. Ой, потрясающе вообще, что вы это делаете, вы вообще просто, Алексеев и Томасов, вы молодцы, потому что с кем не поговорю, на меня смотрят круглыми глазами, да, была и мочалка наши друзья. Ну, наверное, у нас это такие брутальные мужчины наши. Да, это очень правильно, это очень нужно на самом деле, тоже правильно ухаживать за своей кожей и мужчинам, потому что мы с вами, ну, у них немножко другая, другие обменные процессы, но все равно уход за кожей лица, он очень-очень важен не только для женщин, но и для мужчин. Мы тоже, девушки, мы все тоже хотим, чтобы наши молодые люди были хорошими, красивыми, в этом приучайте тоже своих мужчин умываться правильно, а не просто водой, да, и мочалкой. Так вот, вернемся дальше к нашей сыворотке. Что важно, да, то, что это позволяет провести профилактику антиакне и восстанавливать кожу, если уже заболевание, если уже проблема имеется, да. Ну, соответственно, конечно, надо понимать, что это не только работа внешняя, но, конечно, если мы имеем акне серьезные, все-таки мы обращаем внимание на питание, мы убираем углеводы, убираем красное мясо и так далее, и так далее. Об этом будем тоже поговорить на наших кремных эфирах, и мы понимаем, что мы корректируем наше питание при помощи наших продуктов и нашей косметики. Что у нас еще есть? Какое сюда входит средство? Входит крем для кожи вокруг глаз. Вот что мне здесь нравится, и за счет Букучуола, какого эффекта мы добьемся? Знаете, какого эффекта? Эффекта высыпления темных кругов под глазами. Но, опять-таки, если у вас есть темные круги под глазами, сигнал к чему? Сигнал к тому, что в организме нарушены обменные процессы. Например, у вас может быть просто нарушен момент усвоения меди, да, тоже такой момент, либо просто не хватает, либо избыток, либо у вас вообще с железом какие-то в крови проблемы. Это может быть, да, кальциевые могут проблемы, опять-таки, витамина может не хватать. Разные моменты. Но чисто эстетически, если корректировать питание и при этом все-таки эстетически делать, да, какой-то добиваться эффекта. И мы знаем, да, что кожа, кстати говоря, вокруг глаз она более тоненькая, и все сосудики, все наши недосыпания, все видно. То хотя бы при комплексной работе вы сможете обидеться больше лучшего результата. И вот этот крем для кожи вокруг глаз, он позволит вам... Ну да, конечно, патология почек, безусловно, это вообще бич. Но, опять-таки, патология почек, могу вам сразу, если мы об этом сказали, я не буду, уж не могу это пропустить. Она важна, почему? Обращать на это внимание важно. Почему? Потому что патология почек практически страдает, ну, я, наверное, не знаю, может быть, 10 человек из 20-ти половины. Поэтому это надо тоже обращать на это внимание. С возрастом, к сожалению, приходит к нам в нашу жизнь за нарушение обменных процессов. Один из вариантов. Мы простудные и так далее, там, может дальше вести беседную тему. Так вот, наш крем для кожи вокруг глаз... Да, анемия, конечно. Крем для кожи вокруг глаз позволит вам добиться тургора тонуса кожи, в высветлении темных кругов под глазами, да, и откроет, так вот, сделает ваш глаз ясным. Самое важное, что он содержит экстракт семян, который позволит вам, что... Овса. Который позволит вам создать такую защитную пленочку вокруг кожи, да, вокруг глаз, на кожу вокруг глаз, который позволит вам добиться эффекта разглаживания морщин, да, и такой создаст, ну, каркав, поддержку. Он очень легкий, он не создает дискомфорта при нанесении. Очень легкая косметика. И, конечно же, нельзя обойти такой момент, как крем для рук. Потому что, конечно, возраст женщины дают, что, да, шея кожи на... У нас есть декольте и наши руки. Руки постоянно находятся в агрессивной среде. Мы моем, убираем, не надели перчатки, не выцелили руки. Поэтому уход за руками он нужен, нужен всегда. Наверное, в моей косметичке это самый быстрый уходящий продукт, расходующийся продукт, потому что практически каждый раз после митья я использую крем для рук, несмотря на уверение, хороший, нехороший. Я знаю, что мои ручки, они очень нуждаются в уходе. Их точно так же, как и ваша. Поэтому, опять-таки, уход важен, правильно? Потому что есть целый ряд косметических средств, содержащих силиконы, тяжелые силиконы, которые дают эффект нанесения пленки сначала, потом под этой пленкой кожа иссушается, и вы получаете такой эффект, что чем больше вы крем наносите, тем больше сохнут руки. Вот 100% таким вы сталкивались, ставьте тройки, кто попадал на такую историю. Это, к сожалению, присутствует в нашей жизни. Поэтому обязательно используем нашу косметику, которая позволит вам за счет питания правильного кожи восстанавливать структуру кожи и снизит вот этот вот эффект старения наших рук, замедлит это. Потому что здесь не за счет создания пленки, под которой кожа иссыхает, а за счет питания, за счет масла ШИ, за счет, опять-таки, комплекса лифтингового комплекса, который содержится, как уникальная формула Project 3 входит в этот крем. Ну и, конечно же, опять-таки, Буко ЧО, который и воспаление снимает, и самое главное, внимание обращает, дает нам результат заживления, воспалений плюс ко всему еще. Да, то есть какие-то порезы, рамки, особенно в холодное время года, это нам будет очень актуально. Вот, собственно говоря, наша косметика – это все наши новинки, которые мы с вами ожидаем. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами уже их получим и сможем порадовать себя и своих близких. Но впереди у нас много праздников, так что всегда, в какое время косметика не пришла, в начале, в конце декабря, в начале, в середине января, в феврале, она всегда у нас будет актуальна, но лучше раньше, мы очень ее ждем. Уже сейчас можно себе планировать. Обязательно пишите в списке желаний, пишите в списке желаний как нашу новую косметическую линию, потому что она, ну, действительно, такой ваш маленький секрет красоты, который позволит вам видеть свое отражение в зеркале в самом-самом лучшем виде. Но на самом деле у нас сегодня на этом нашу ближайшу не заканчивается, потому что у нас есть сегодня в компании целый ряд акций подарочных. У нас очень щедрая компания, она щедрая на подарки. И, конечно же, декабрь – самое время дарить подарки друг другу, да, дарить подарки близким и получать эти подарки. Мы все заслужили с вами за этот год подарков, радости. И сейчас с вами поделиться всеми возможностями, которые есть сегодня в компании, как взять максимальную выгоду, да, максимально от декабря месяца наш гуру всех расчетов. Вот человек, который точно просчитает, что выгодно, что невыгодно, что делать, что не делать, что брать, что не брать в плане экономической составляющей. Это 7-президентская команда Freedom Group. Человек с очень серьезным образованием. По-моему, Филипп, если я не ошибаюсь, у нас физик-ядерщик, да, по образованию, то есть для меня вообще это звучит что-то заоблачно, да, так-то хорошо считаешь. И человек, который нас учит правильно, вот действительно правильно считать или считать свою выгоду. Так, Филипп, тебе слово. Есть сложнейших предметов, но все-таки я изучал низкие температуры и сверхпроводимость, не ядерную физику, а в дальнейшем я занимался биофизикой. Вот небольшая ошибка, но, собственно говоря, она все равно и то, и то, можно сказать, немного смежной науки. И вот сегодня говорили, на самом деле, ты говоришь, ядерная физика сложная, на самом деле мы сложные очень. И вот мы сегодня говорили о коже, которая является одной частью из нашего организма. И наш организм, он очень комплексный. И проблема зачастую вот в современности, когда берется узкая какая-то часть кожи и пытается с ней что-то сделать. А надо делать в комплексе. И об этом мы сегодня очень подробно, все спикеры великолепно рассказали о том, что надо не только за кожей смотреть, но кожа, вот можно вспомнить несколько выражений. Кожа, зеркало души, есть выражение сияния изнутри, на самом деле. Оно отражает это. Все можно относить к коже, все это относится к коже. Мы очень сложный организм, гораздо сложнее, чем ядерная физика. И когда начинаешь задумываться, даже ядерный реактор, вроде бы сложный, там действительно сложные процессы идут, но когда начинаешь задумываться, все достаточно просто и понятно, если это немного разложить, немного залезть в глубину. Да, там много нюансов, но именно не нюансов, а сам принцип, он не такой сложный на самом деле, только нюансы. И вот декабрь месяц, месяц он такой, он яркий, интересный, но ставит для нас много задач. Нам надо дарить подарки, мы теряемся зачастую. Какие подарки дарить, кому дарить, что дарить. Вот это вот все, начинается суета, заканчивается год, надо что-то закрывать, короткие месяцы, вот эта вот вся суматоха, вот эти все задачи. И у нас, у нас этот месяц, он позволяет на самом деле закрыть эти проблемы для многих, которые, грубыми словами, иногда некоторым выносит мозг, что подарить, где это найти, когда выбрать. И на самом деле у нас есть ответ на этот вопрос в этом месяце. Я бы хотел рассказать о главных продуктовых акциях этого месяца. Это акция «Щедрый декабрь», которая вот на самом деле осталась всего меньше, неделя уже, до 17-го числа она идет, сегодня уже 11-е. У кого-то уже на самом деле здесь присутствует, я уверен, Дальний Восток, у которого уже заканчивается 11-е. И уже фактически, вот вечер, они скоро уже лягут спать, если уже не разложили кровати, не пойдут спать, и у них уже осталось всего фактически 6 дней, не больше. И вот эта акция, если вы покупаете на 300 CV, вы получаете подарок 96 CV. И давайте мы просто посмотрим в цифрах. Все вот привыкли уже к CV, казалось бы, много, но самое осязаемое для нас на самом деле, и то, что мы прекрасно понимаем, то, что мы прекрасно все умеем считать, это деньги. Деньги. Мы знаем ценность их, мы знаем их, мы знаем, насколько это для нас всех важно и позволяет решать наши задачи, наши мечты, наши проблемы. Что такое 300 CV в деньгах? Это приблизительно 33 тысячи рублей. Плюс-минус, потому что можно по-разному набирать разный продукт, и можно набрать на большую сумму, можно даже, кстати, на чуток меньшую сумму. Что, если говорить про Европу, порядка 400 CV, ой, 400 евро, если мы говорим про Европу. И что вы получаете? Что такое 95 CV? 95 CV в деньгах – это 17 тысяч, то есть ваша выгода порядка 50%, то есть на 33 тысячи рублей вы получаете подарок, который составляет половину. 17 тысяч рублей или же 200 евро для Европы, сделав заказ на 300 CV. Но, помните, это до 17-го, осталось меньше недели. Но у нас, мы говорим о декабре, но у нас же постоянно есть акция, у нас постоянный бустер есть. Есть акция «Щедрый в декабрь», а у нас есть бустер, который относится не только к декабрю, но в декабре он становится необычайно выгодный. Это бустер декабря. В декабре у нас бустер становится вдвойне выгодным, потому что, когда мы набираем 300 CV до 17-го, а потом добираем до 475, замечу, мы можем разнести, мы можем сейчас до 17-го набрать 300 CV и получить в подарок. А потом уже до 475 CV уже добрать. И что такое в привычных единицах, любимых, которые все мы любим считать. Я пока не встречал человека, которому неприятно держать, допустим, пачку купюр. И что такое 475? Это 46 тысяч рублей или же чуть больше 550 евро. Опять же, может немного варьироваться, но порядок цифр такой. Он может быть как больше, так меньше. Я взял в среднем. И что такое фактически активность? Здесь присутствуют люди, которые уже знают, что такое активность. И активность это 190 CV. На 190 CV вы это в деньгах 34 тысячи рублей или же 410 евро. То есть подарок уже составляет более 70% от того, что вы потратите. Это сумасшедшая маржинальность. Если мы говорим про продажи, то это сумасшедшая маржинальность. И я здесь пишу только про текущее. Еще могу сказать момент. мы вспоминаем, у нас есть лояльность. На бустер мы в следующем месяце получаем 5%. 5% это у нас сейчас я вспомнил, сочетаю. Это 23.75 в CV. Это два флакона классики мы можем получить. То есть наш подарок соответственно увеличивать два флакона классики. Если мы говорим в клиентских ценах это у нас получается в рублях это 1300. Давайте я в дистрибьюторский скажу. Это 2600 и для Европы у нас соответственно получается 30 чуть больше 30 евро. Это мы получим в следующем месяце. То есть на самом деле маржинальность еще выше. Это уникальная возможность. Это уже фактически начался Новый год. Это Дед Мороз нам уже положил свои подарки. Дед Мороз у нас мы его знаем. Мы его знаем по имени. Это наш президент конечно Нарекс Ираконян который дал нам такие акции в декабре когда мы можем получить уйму подарков. Эти подарки совершенно спокойно мы снимаем головную боль кому что дарить и ведь мы получаем подарочные CV мы можем взять то что нравится именно нам не фиксированный подарок а мы набираем то что нравится нам нравится нашим друзьям нашим близким и кому мы хотим сделать подарок или же мы наоборот хотим увеличить свою маржу праздники требуют деньги не только подарки на праздники нам нужны деньги мы получаем подарки от компании и мы можем их продать и получить деньги и вот эти моменты фактически все закрываются мы снимаем с себя головную боль что подарить у нас есть подарок мы вот этот вот момент если мы будем говорить умными словами маркетинга это торговое предложение и мы снимаем это что называется головную боль которую надо закрывать мы закрываем проблему проблему подарков проблему денег и декабрь он для этого уникальный месяц и вот на этой приятной ноте я бы хотел сегодня закончить на самом деле сегодня прошел уникальный вебинар в плане глубины в плане понимания в плане продукта в плане насыщенности и вот мы же уже давно ждем на самом деле эту косметику и как всегда эта косметика она необычайно актуальна поскольку у нас сейчас сезон сезон проблемной кожи могу сказать я тоже отношусь к таким людям у которых зима и начинаются проблемы с кожей потому что я живу в Москве здесь отопление здесь сухой воздух перед началом вебинара я могу сказать вот руки я помазал нашим м-гелем потому что у меня сушится кожа на руках очень сильно в связи с пандемией мы сидим дома мы сидим в замкнутом пространстве мы сидим в отоплении мы используем спиртовые всякие обеззараживатели мы используем чаще мыло у нас кожа становится проблемной в связи с этими всеми факторами в связи с этим всем и косметика которую мы ждем в ближайшее время она закрывает эти проблемы и текущая задача для нас помнить о том что до 17 числа у нас акция 300 CV и соответственно набираем заказы делаем активность закрываем вот это получаем подарки и до конца месяца у нас остается бустер что позволяет получить эти подарки уникальный месяц на самом деле очень щедрый необычайно щедрый месяц на подарки Дед Мороз к нам уже пришел Дед Мороз уже он в сессии открываем сессию и Дед Мороз там уже в носки сложил наши подарки фактически надо немного подождать и они там как раз появятся как вот в детстве мы ложились спать и ждали под елочки все кто сделал 300 CV они уже такие дети которые уже фактически ждут свои подарки с утра и всем всего доброго